здравствуйте что мы продолжаем занятия все одни и те же ходят люди так что не буду предварительно объяснять чем мы тут занимаемся фокус и пространство и давайте начнем со звука послушаем как он возникает как длится как уходит в пространство как это переживается как пространство переживается когда звуковая волна как объект уходит а а Субтитры создавал DimaTorzok Затем обратим внимание на позу тела, как мы сидим сейчас И тоже наблюдаем отношения тела как пространства и ощущений как локальных объектов, которые там возникают, длятся, исчезают, меняются А потом также вспомним об окружающем пространстве, в которое вписано тело Как это переживается Перенесем внимание в визуальный канал Немножко погуляем этим вниманием, взглядом по пространству Замечая отношения объектов, с которыми взгляд встречается, и окружающего пространства И наши отношения пространственные с объектом Как движется внимание, как движется взгляд Встречаясь, оставаясь с объектом В виде его окружающего пространства Как он расстается, движется к следующему объекту И все это происходит в нашем восприятии, в пространстве нашего восприятия Можем это тоже замечать Хорошо, затем можем посмотреть перед собой Просто установить контакт, взгляд с чем-то прямо перед нами Близко или далеко В какое-то время побыть с этим объектом Замечая, как он проявляется в восприятии Как он детализируется В какой-то момент отпустим взгляд Позволим расслабиться И чтобы могли увидеть Расфокусированное пространство Замечая разницу В чем разница, когда сфокусировано И когда раз сфокусирован Мы можем позволить опять взгляду собраться К этому или к другому объекту перед нами Опять же замечая, как этот механизм работает И когда это происходит, можем несколько раз так отпускать И позволять взгляду собираться Опять отпускать Это мы можем замечать Опять же, где это все происходит В пространстве восприятия нашего В целом В нашем сознании Хорошо Затем давайте позволим глазам закрыться Опять же обнаруживая, замечая Изменения Что начинает происходить Возникать В переживаемом опыте Восприятии Когда визуальный канал ушел Какие объекты появляются Как мы переживаем их в целом В пространстве восприятия Давайте обратим внимание сейчас На общее состояние На настроение Внутреннюю погоду Какая она сейчас Как бы вы определили Какие характеристики у нее Опять можем Заметить Если Вот это состояние Объект Восприятия сейчас Где этот объект находится Если что-то Окружающее его Iraq Включаюсь Включаю Продолжение следует Рай О сейчас Оось Вдруг Оось Вдруг Оось давайте вздохнем несколько раз так повздыхаем более глубокий вдох может быть двойной под вдох такой и вот долгий-долгий мягкий расслабленный выдох чувствую как вот вздох влияет на нас и затем опустить внимание то с точки опоры почувствовать плотность контакта с опорой распознавая тоже как объект внимания также распознавая если какое-то пространство окружающий этот объект как меняется ощущение вот в области таза как они меняются во времени еще во времени мгновение за мгновением затем начнем продвигать внимание по позвоночнику не спеша чувствую как вот этот смещающийся фокус внимания влияет на нас и опять если можете ли вы заметить пространство вокруг фокуса куда вписан этот фокус внимания найдем за макушке головы их подвесим как будто подвесим голову за макушку я уже чтобы все тело как будто растекало вниз и затем можем распределить внимание между тремя аспектами макушка головы стремящийся вверх таз ощущение опоры плотности контакта и позвоночник можем чуть-чуть покачать вперед-назад чтобы уловить артикально и плотность контакта и позвоночник вертикально ось вы собрать сам внимание все три этих аспекта все три элемента побыть немножко с ними распределяя внимание между ними добавим четвертое живот втянут чтобы отпустить его чуть больше и вот как бы можем так обнять все тело своим вниманием осознавая его как пространство в котором происходит много мелких событий каких-то ощущений возникающих длящихся исчезающих меняющихся одновременно с этим тело тоже вписано в пространство котором вы сидите и в пространство нашего сознания да Дальше продолжать чувствовать так тело, как оно есть, как целое, всю эту позу. Давайте положим одну руку на живот, другую на грудь, почувствуем этот контакт. Как это переживает сейчас, затем, если мы, как будто такой, давая импульс от рук куда-то вглубь себя, спросим себя, зачем я медитировал, что я воплощаю этой практикой, обращаясь к своей мотивации, прислушиваясь к ней. Здесь мы можем как бы утвердить практику в каком-то смысле, в какой-то ценности, сказать, да, я делаю это для того-то или для того-то. Чувствую, как прикосновение к этой ценности, смыслу, как это откликается в вас, в каком-то переживании. Хорошо, затем снова положим руки, удобно. Вернемся опять к этой форме нашего сиденья, устойчивость внизу, плотность соприкосновения с опорой. Звоночник, растающий вверх, окошко головы и живот. Хорошо. Затем можем пройти по участкам тела, стараясь опять же замечать их как фокус, как объект основной, но также замечать и пространство, где этот объект находится. Начнем с глаз, глаза, мышцы вокруг глаз, что меняется там. нижняя челюсть и вес. язык во рту. лицо, мышцы кожи, затылок, шеи, плечи, чуть-чуть побудем в этой зоне перехода шеи в плечи, замечая дыхание где-то здесь. Замечая дыхание где-то здесь. сажат, упираются. И спина, как она дышит, как движется. движется. Вся грудная клетка во всем ее объеме. включая боковые поверхности, переднюю стенку. И солнечное сплетение живот. промежность, ягодицы, еще раз, весь таз. ноги, тазобедренных суставов, стопом. И снова вернемся к переживанию всего тела, как единого целого, к нашей позе. размещая себя в этой позе полностью. Чувствую, как мы можем сидеть устойчиво, стабильно, как гора. Прямо с достоинством. Наполнено, полно переживанием этого сиденья, переживанием присутствия. В этом устойчивом сиденье, в пространстве тела, можем распознавать также много движения. Дыхание движется. Ощущение. Внимание. Внимание. И затем добавим слушание. Пространство. Чувствие тела. Также еще и будем слушать пространство. В этом пространстве раздастся звук гонга скоро. Можем его опять послушать, как волну возникающую, медленно уходящую. И если слушание остается, то что мы слушаем? Можем ли мы слушать все пространство сразу? Можем ли мы слушать все пространство? Можем ли мы слушать все пространство? Можем ли мы слушать все пространство? хорошо и сейчас дать попробуем все это собрать вместе вот есть ощущение тела и тело как целое из пространство в котором мы сидим пространство слушания странство чувствования можем позволить глазам чуть-чуть приоткрыться просто расслабиться веком чтобы глаза чуть приоткрылись мы можем еще и видеть какую-то часть пространства ни на чем не фокусируясь у нас есть три как минимум три основных каналов восприятия которые мы сейчас обращаем внимание в которых мы свое внимание располагаем тело видение и слышание если мы попробуем так как-то распределить расфокусировать внимание между ними всеми раз ни за что специально не цепляться а если какое-то сцепление с чем-либо происходит можем замечать это и отпускать этот пространство из трех каналов восприятия может целом сформировать такое чувство пространственности восприятия все это происходит сознание можем чувствовать это переживать и все происходит само видение происходит само слышание само тело сидит само и вы можете чувствовать его это просто само тоже происходит мысли если они возникают не приходят сами и сами же могут уходить пауза между мыслями тоже это состояние меняющийся внимание движется само и сознание осознает само если мы сейчас немножко как-то все отпустим и буквально несколько минут посидим ничего не делая дыхают в этом переживание что все само происходит нам какое-то время не нужно ничего делать какое-то время если возникает внутренняя деятельность какая-то даже мысли какие-то состояние которые вдруг чувствуете как сцеплены с ними пробуйте просто с выдохом отпускать и возвращаться к этому бездействию в таком отдыхе отдыхая в бездействии три минуты можем позволить себе это пускай всякую работу всякую деятельность пауза Продолжение следует... 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 одновременно с этим мы сейчас сами себя касаемся странное может переживание когда я касаюсь сам себя работа в нас двое если мы обратимся сейчас к этой рефлексивности к этой отражающей способности сознания вот вы ведь сегодня двое и тогда одна часть может отнестись к другой как добрый друг или добрая подруга как бы обнимая можем пожелать себе что-то поддерживающего доброго хорошего что-то может быть воодушевляющего доставляющего но дружески поддерживающий напоминающего о чем-то важном о ценностях и смыслах может быть о важности самого переживания бытия среди прочего я лично рекомендую советую пожелать нам друг другу самим себе желать освобождение от всяческой захваченности чем-либо мелким чем-то временным когда мы сцепляемся с этим и чувствуем себя в ловушке или в тупике желать освобождение от тревоги страха освобождение от ненависти жадности зависть освобождение от любой омороченности чем-либо бы захваченности когда мы чувствуем переживаем себя маленькими закрытыми закрытыми дальше можем оставить руки либо оставить руки так как они есть либо одно открыть ставить вторую на себе другой открыть к миру или обе открыть положить их удобно но так чтобы они были действительно направлены ладонями к миру это это положение тела когда мы вот это чувство я есть обращаемся к миру как пространство где мы есть пространство где мы связано со всем что есть начали мы можем вспомнить о каких-то своих близких дорогих нам существах людях и не только людях если мы уже по умолчанию чувствуем их дорогими себе мы можем из этого чувства пожелать им чего-то хорошего доброго поддерживающего среди прочего я советую пожелать освобождение от страха тревоги ненависти обиды жадности освобождение от любой захваченности чем-либо вот переживание себя маленькими беззащитными и ограничены если для вас это ценно так же как для меня и потом мы можем пойти еще дальше дальше в эти связи с миром где мы сильно не можем быть отдельными есть существа и люди которых мы любим и которых мы не любим из тех кого мы переживаем как своих и тех кого переживаем как чужих из тех кого переживаем как поддерживающих хотя кого переживаем как опасных если сквозь это мы сквозь это все мы пожелаем всем живым существом всем чувствующим существом всему миру все это сети связи желаем это хорошего доброго может быть освобождение от переживания себя отдельными когда мы это делаем делает ли это что-то с нами вспоминаем об этих ценностях об этой об этих смыслах давайте снова вернемся руками к себе если они были открыты то сейчас можем снова положить их на себя раз почувствовать себя вот пульсация от себя к другим и снова к себе это же важно и чувствуя себя сейчас можем вспомнить сегодняшнем дне если он у вас начинается или о завтрашнем если сегодняшний завершается уже представить его в виде пространства пока открытого потенциального пространства который нам предстоит прожить который нам предстоит воплотить себя или наоборот в себе воплотить этот день как хотелось бы воплощать себя какой день воплощать сегодня независимости от обстоятельств который принк будет приносить мир что я могу как я могу себя проявлять быть это важный вопрос и можем идти по этому дню возвращаясь к двум вопросам как я сейчас что я переживаю второе куда я движусь что я воплощаю что хочу воплощать важно воплощать и давайте себя погладим помнём потрем тянемся двигаемся может позеваем скром глаза в какой-то момент снова осмотримся вокруг себя видим где мы в реальности находимся здесь каждый в своем месте каком-то и потратим еще 10 минут на творческий отклик и где мы попробуем Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Спасибо за 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 субтитры DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok восприятие то есть двойственного восприятия когда я переживаю себя как отдельного как вот я здесь переживаю вас или ты переживаешь все что угодно как другое или другого то есть есть субъект есть объект между нами пропасть смысле что мы это отдельная и вот это такая какая-то настолько базовый настройка вообще реальности в которой мы живем что она вообще не подвергать никому вопрошанию а соответственно йога чара подвергает это вопрошение на горит давайте попробуем поискать способы посмотреть в этом йогическим методами то есть методами созерцательными но подвергнем это именно такому вопрошанию это не то чтобы она сразу это йога чара она приходит и говорит дает уже как нам такую готовую модель мира и смысле говоришь это некая правда на к что вот значит мир не разделен не долин и все запомните это так и жить как как я буду так жить если я этого не переживаю интересно но я вот я считаю что вообще всегда лучший подход когда мы начинаем спрашивать вот есть некая заданность восприятия реальности на там любом уровне на уровне как вот таком фундаментальном или на более там каких-то поверхностных неважно у меня есть заданное восприятие реальности и хорошо бы спросить себя так ли это или может быть это мое лишь восприятие обусловленные чем-то и могу ли я тогда пройти сквозь эту обусловленность вот через такую исследовательскую работу как это когда я не принимаю это как данности и и все принял принял закрыл тем вот и его чары предлагает как соответственно заверцательные методы которые реализуются ну вот например в наших дзенских практиках каких угодно буддийских практиках общем-то работы с восприятием но она также предлагает и собственно вот это вот такие концептуальные упражнения даже через идя через рассуждение мы зачастую можем прийти к парадоксам которые не могут решиться на уровне дуальном двойственном ты я мир и я субъект объект и тогда это может нас направить может открыть как открыть сознание да к другим возможностям и в том числе через уже через созерцательной практике можем что-то обнаружить вот какой-то опыт значит не укладывающийся в обычное вот это наше восприятие двойстинное вот ну и в качестве вот этих таких знаете то есть что какие инструменты мы используем здесь в этом исследовании как я сказал основной инструмент все-таки созерцательной практике это уход собственно дискурсивного мышления от вот этого рассуждения второе да само рассуждение но рассуждение там как есть логика логическое рассуждение но как и у нагаджу на основной метод йога чары то в том числе с помощью логики дойти до ее предела увидеть ее ограниченность увидеть что мы доходим до такого момента когда логика заканчивается мы что начинаются парадоксы что она начинает само себя противоречить тогда вот что-то может так как-то внутренне расслабиться и можем остаться вот с этой переживанием за пределами концептуальных построений то есть мы используем ну вот такая старая метафора вынимать шип занозу какую-то другим шипом да то есть здесь концепции именно так рассматриваются и соответственно метафоры какие тоже работают да они нас направляют в наш опыт переживания в определенную определенную ну определенном направлении и вот вчера я завершил свою эту первую часть беседы как раз вот на это метафор метафоры сна я хочу ее повторить и н это именно метафора вот не надо это буквально воспринимать но она может указать на на может точнее так она может подвергнуть сомнению наше восприятие реальность как она есть вот по умолчанию вот метафора сна я хочу ее повторить потому что мне кажется она такая стучится в нужное место в этом исследовании когда мы спим мы переживаем себя внутри сна как герой этого сновидения то есть он переживает там жизнь там герой сновидений но он или она в зависимости от пола вашего и значит я переживаю это все как как реальность внутри сна я не подвергаю ее если если я там внутри сна не не проснулся смысле что бывает же осознанное сновидение да вот если это не осознанное сновидение то я переживаю это вот как здесь сейчас вот все все идет своим чередом все нормально там внутри сна там я оперирую как и здесь в этой реальности физическим каким-то объектом предметом каким-то материальным миром внутри сна мне кажется что он такой же материальный как и здесь и вот потом я защит просыпаюсь и обнаруживаю что все что происходило оно происходило во сне в сновидении то есть материал из которого был соткан это переживание весь этот мир в котором я действовал как герой он не был материальным он был соткан из сознания из материала сновидения и этот герой все остальные герои с которым там я встречался и все вещи и все 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 что было во сне это было соткана из одного и того же материала сновидение то есть сознание вот такая это факт то есть который мы переживаем каждую ночь всем и спим всем что-то снится мы там можем лучше или хуже это помнить но какие-то сны снятся каждое утро мы просыпаемся обнаруживаем вот это это факт а теперь этот факт если мы перенесем вот на эту реальность так оглядимся в пространстве а вот точно сейчас не не спим точно ли это происходит такое или может быть эта реальность устроена подобным образом как реальность сновидения вдруг мы например после смерти проснемся и обнаружим вся эта жизнь которую я прожил вот там сколько там лет а прожил было вот так же как во сне а вдруг так будет и вот если мы во сне бывает у нас происходят эти сновидения как с осознанность сновидения lucid dreams то есть а вот если здесь как раз и как-то произойдет это пробуждение ну собственно вот метафора буддийская про это пробуждение на про это да что-то на как как-то мы просыпаемся какой-то другому восприятию реальность другому восприятию жизни какое-то другое здесь важно сюда не не класть каких-то уже готовых ответов а вот это вот вопрошание здесь важно скорее исследование важно окей и вот хорошо если мы вот берем эту метафору сна и как говорим что вот если мы предположим пока на уровне гипотезы что эта реальность которым переживаем такой твердый материальный она возможно тоже сделаны из некого сознания может быть там не вашего индивидуального какого-то другого сознания в любом случае сознание вот значит дальше можем это исследовать и буддизм мы вчера говорили о том что очень условно вот сейчас проходя по этим буддийским дорожкам путям дорожкам мы говорим что вот буддизм развивался как-то в своем историческом движении что вот был начальный буддизм не были одни взгляды потом значит они разрабатывались глубже уточнялись и добавлялись какие-то новые там практики техники к новой карты и мы говорим что а это как бы расширение и углубление развития потом еще и вот соответственно вот сможем говорить вот на ранний буддизм потом значит нагаджуна и махаяна и значит вообще вот этот вот и матхямака а потом еще вот это яга чара и вот те буддийские школы которые видят это как-то некое последовательное развитие они говорят о трех поворотах колеса дхармы то что вот один раз повернулось колесо и вот обнаруживался один слой второй колесо раз колесо повернулся и другой слой реально такого-то самоисследование и исследование реальность соответственно третье вот некое последовательное движение ну далеко не все с этим согласны и например те вот хироводисты которые ориентируются на первой собственно начальное учение они следуют этому пути и вот вчера мы об этом говорили уже в конце что если мы следуем этим путем мы можем открывать все те же истины просто они вот ну как-то направлен через определенный канал поэтому не обязательно это рассматривать с точки зрения такого последовательного развития каждый этот знаете может быть такая метафора мне здесь ближе непоследовательных этих поворотов колеса когда мы движемся каком-то одном направлении а такая растительная метафора как дерево растет есть корень вот корень там ну будем считать это будда может быть даже это ну хотя да будем считать что если буддизм это как нечто такое появившиеся вместе с буддой вот с тем самым человеком а то он же тоже корнями это уходил куда-то в какую-то почву почву культуры индийской там до него много чего было параллельно с ней много чего было других разных школ все это питало его вот но вырастает этот этот ствол буддизма да из из этого семени будды и он начинает ветвиться и что мы будем говорить что какая-то ветка тут лучше другой что она вот как-то более развита чем там остальные но может быть толще но лучше ли она может быть длиннее лучше ли она вот то есть мы можем двигаться по разным этим ветвям и сильно можем увидеть что это древо буддизма ветвицы и ветвицы ветвицы бесконечные вот сейчас нынешние там секулярные там движение mindfulness но это тоже самый буддизм просто вот он так вот оборачивается приспосабливаясь к современному опять же секулярного мира вот и формы форма разные и поэтому не стоит именно говорить что тут есть прям какое-то такое развитие но если мы все-таки смотрим на этом динамике в таком вот просто такой взгляд это такая модель то мы можем это принимать как условное описание так буддизм самого начала в общем то в первую очередь интересовался сознанием сознанием восприятием то есть виде основной проблем именно в нем то есть вот есть мир есть сознание мира там мы так это воспринимаем вот эта самая данность есть я есть мир в котором я живу мы переживаем это как вот я живу в окружающей среде у нас такое есть даже название окружающая среда мы с ней находимся в каком-то постоянно вот этом взаимозависимом переживании то есть ну как я себя переживаю в этой среде есть вот это вот обратная связь непрерывная я что-то делаю то есть я чувствую от среды какой-то импульс там за температура поменялась я реагирую на это я там одеваюсь например раздевать но также я постоянно действую на среду тоже и мы ее меняем активно особенно мы люди все живые существа как-то влияет на среду но мы люди в этом достигли больших успехов лишь скоро совсем загубим эту среду своей активностью ну вот но в любом случае вот это есть данность есть я который воспринимаю мир и дальше вот ну мы решаем что мы делаем мы можем менять мир активно вот но можем ли мы тут игнорировать вот то самое воспринимающее сознание воспринимающий этот мир сознания ну кто-то игнорирует а и тогда они вот действует просто вот как вот стимул реакция то есть все время меня стараясь изменить что-то в мире игнорируя при этом того кто собственно все это воспринимает за получается что неизбежным образом я думаю что это даже вот как логически мы это можем видеть что ведь если от моего восприятия зависит как я реагирую как я действую в мире как я на него и пытаюсь оказывать де воздействие на мир тогда это же важно как я воспринимаю мир и вот буддизм как и многие духовные учения практические духовные учения не которые предлагают нам лишь картину мира чтобы нее нужно было поверить и все и успокоиться как вот этот вот как это опиум для народов нам религия топиум для народов но опиум потому что вам дает картинку такую готовую кем-то уже приготовленную поверьте в это и успокойтесь уже немножко тревогу свою гистенциальную снизить этим опиум в смысле что это облегчение гистенциальной боли вот а другие учения многие они для немногих вот если опиум для народов для масс для для тех кто кому важно просто поверить успокоиться то вот этот вещество духовных практик она получается для тех кто не удовлетворен опиумом кому такая вот картина недостаточно кому хочется узнать самим важно это понять важно пережить это через собственный опыт и это трудно то есть тогда получается что беспокойство определенная эта часть программы то есть выход из из вот этой закукленности в удобном приятном комфортном состоянии когда мне все про мир понятно все про себя понятно все про сознание понятно я просто действую из этой понятности ну действует автоматически вот а здесь это подразумевает этот сомнение поэтому дзен буддизм он постоянно об этом говорит что вот этот лозунг такой слогом буддийский дзенский маленькое сомнение ведет к маленькому пробуждению большое сомнение ведет большом пробуждение нет сомнений то нет и пробуждения То есть сомнение необходимо, сомнение в мире, сомнение в себе, сомнение в реальности, вопрошание, что это, как это, действительно ли это так, как я это вижу просто по умолчанию, или, может быть, это мои какие-то фильтры восприятия. Ну и буддизм в целом, если говорить именно о его практической части, не вот этой религиозной, которая есть у любого учения, когда есть действительно религии для масс и религии для тех, кому важен личный поиск. И вот в целом вот эта часть буддизма, изначальная, исходящая от самого этого Будды, Шакья Муни, она была направлена на сознание, что, окей, нам надо понять, как это работает. Потому что от этого зависит наше поведение, наши реакции на мир, наше взаимодействие с миром. То есть мы работаем в первую очередь с этим. И уже дальше мы действительно можем как-то взаимодействовать с миром, как мы его переживаем. Очищая свое восприятие, словом говоря, разбираясь с этим восприятием, чуть больше понимая про само восприятие, в том числе про свои ограничения и фильтры. Вот эти омраченности, затемненности, которые у нас там есть, понимая про них, мы начинаем осознавать, что мы можем по-другому и с миром. Соответственно, поэтому здесь вот эта этическая часть, если мы говорим, что этика – это взаимодействие с миром вообще в целом, как с другим. Мои выборы, которые я совершаю уже в действиях, как я действую, что я делаю именно, то вот эта осознанность к себе, осознанность к восприятию, к устройству сознания, она, безусловно, они коррелируют эти действия и мое понимание себя. И буддизм начинает с этого, любое буддийское учение, получается, это так, давайте про себя понимать, только тогда будем действовать. Ну, это не только буддийское, это, собственно, там, у греков вот это было, познай самого себя, да. То есть, действительно, это важно. Вот, но, то есть, здесь вот эта проблема восприятия, она, действительно, получается, что для многих культур, ну, как многие культуры, на ней обращают внимания, что вот если животные, ну, особенно там, наверное, какие-то примитивные, кого мы считаем примитивными, там больше автоматизмов, вот там, действительно, есть, опять же, это наш взгляд со стороны. Это опять вот, как мы воспринимаем их. Но кажется, что они более автоматичны и вот живут в среде именно вот так. То есть, как бы, у них есть стимул реакции, и все это запрограммировано, потому что мы не видим много, особенно у простых каких-то существ, насекомых там, мы не видим вариабельности поведения большой, да, что они там как творчески относятся к жизни. Вот у более сложных, там, не знаю, уже у птиц, у млекопитающих этой вариабельности больше. Но все равно, все равно много вот этой запрограммированности, там, на ней реагируют автоматически на изменения среды и как-то живут вот в этом, так вот. Получается, что у нас в людей добавилось вот то, что мы называем сознанием, как такая рефлексивная способность осознавать само сознание, там, вот само сознание, или там, в принципе, само слово сознание, знание кого-то с кем-то, как будто бы нас двое появляется уже. И вот эта отражающая способность сознания отражать само себя, да, отражать тот процесс, который в нем происходит, тот опыт, который в нем разворачивается, те объекты, которые появляются в сознании. Вот это в нас есть. И это приносит как пользу, так как мы действительно осознаваем свои реакции, свой вот этот внутренний материал, мы можем корректировать его и относиться, и уже, даже если мы сейчас берем вот это базовое наше восприятие, есть я, живущий в среде, равно здесь, соответственно, осознавая лучше себя, осознавая свои вот эти программы, как это работает, все как, что включается, там, чувства, мысли, что мною, что меня мотивирует, да, что меня драйвит, так сказать, что меня движет, составляет меня делать выборы, осознавая эти части вот через сознание, мы можем это корректировать, мы можем быть более эффективны, в смысле эффективны, в том числе даже вот, ну, перестраиваться в отношении к среде, то есть если среда меняется, почему мы такие адаптивные по сравнению с другими животными? Ну вот в частности, я думаю, что из-за этого, из-за того, что мы способны осознавать себя и корректировать свое поведение, это все пока вот на уровне такой простого и бытового, и какого-то достаточно научного картины мира, да, то есть это не что-то мистическое здесь, мы осознание нам нужно, но осознание добавляет нам еще, то есть вот и то, что нам не нравится, то, что вызывает страдания, собственно, мы осознаем собственные страдания, мы осознаем и у нас еще мы живем во времени, да, то есть кроме того, что вот сейчас что-то происходит там и вот так как опять же отражающая способность сознания у нас есть, соответственно, например, какие-то части меня я оцениваю, да, какие-то мысли, какие-то чувства, у нас есть иерархия определенная внутренняя, да, вот опять же связанная с этикой, что-то мы считаем хорошим, что-то плохим, да, и в себе, да, в других и в себе, и, соответственно, если мы замечаем то, что нам, что, что мы считаем в себе плохим, мы там начинаем, осознавая это, отражая это, мы начинаем это критиковать, например, да, и тут мы вот сцепляемся с этим часто очень, это вызывает еще большее страдание, вот, и, соответственно, получается, что сознание, вот как способность рефлексировать, способность осознавать, но не только, ну, приносит нам пользу вот в адаптивности, в таком более творческом проявлении в жизни, но и добавляет нам страдания именно из-за способности осознавать страдания. Кроме того, мы живем во времени, то есть вот способность помнить прошлое и прогнозировать будущее у нас развита, ну, судя по тому, как мы наблюдаем это у животных, ну, на порядке, на порядке лучше, чем у них, как мы планируем будущее, так сказать. Вот, ну, опять же, это большой плюс в нашем выживании, мы, собственно, мир на этом строим, но это и минус, потому что мы начинаем тревожиться об этом будущем, которое, в общем-то, конечно, непредсказуемо, да, и не все от нас зависит, от наших планов, от наших фантазий и так далее, что мир огромен, и много чего происходит, вот, независимо от нас. И тогда мы начинаем тревожиться, чтобы, вот, а как же план-то должен исполниться, ну, и вот, а он не исполняется. И это опять дополнительное страдание. Ну, и вот, собственно, опять же, сравнивая себя с животными, у которых нет, вроде бы, этого добавленного сознания, как такой рефлексии, саморефлексии, то можем сказать, что они, в каком-то смысле, живут в раю. Собственно, вот этот миф изгнания из рая, мы можем интерпретировать его вот таким образом, что у нас добавилось сознание, самосознание, вот, как в этом мифе говорится, и обнаружили они, что они голые, да. Вот животные голые, и они это не обнаруживают. Они вот как есть, так и есть, не стесняются. Они, как вот дети тоже, да, вот они могут бегать там голые по пляжу, им нормально. А вот мы потом вот что-то у нас сформируется такое, да, большая рефлексивность такая как раз. И она сцеплена не только с самой рефлексивностью как таковой, вот просто я осознаю и все безоценочно. Это такая основа, это база этой рефлексивности. Но дальше приходит оценка как раз, которая формируется уже культурой, как каким-то образом она формируется. когда мы обнаружим, что мы голые, и нам за это стыдно становиться, да. Уже в зависимости от культуры, потому что в каких-то племенах там из всей одежды у человека там может быть такая палочка в носу. И ему стыдно только если у него палочка вывалилась. А так как бы ему нормально. А у нас там, скажем, какие-то есть свои уже привычки одеваться и, соответственно, формируется этот стыд. И, соответственно, стыд часто там за моральное какое-то поведение, за проступки и так далее. Все это добавляет нам это страдание, соответственно. Поэтому сознание – это одновременно и наше большое преимущественное, и одновременно такой наш крест, который мы внесем. Ну вот христианство называют это первородным грехом. В общем-то, ну, значит, что вот изгнание из рая произошло, что вот мы познали нечто, чего нет у животных. Вот. И потом это несем в себе дальше. И, ну, окей, а что же дальше-то? Вот какой путь-то дальше-то? Ну, похоже, что обратного пути к животному нет. То есть мы не можем выключить в себе сознание. Не можем. Значит, тогда нам нужно идти куда-то дальше, двигаться дальше, подразумевая, что мы можем дальше двигаться сквозь. Вот что сознание – это процесс незавершенный, развитие сознания незавершенный в том состоянии, в котором мы находимся, даже взрослые люди. То есть если мы видим, что там дети развиваются, и у них сознание потихонечку… Ну, сейчас много этих огромных количеств исследований, как развивается сознание ребенка, там, от возраста к возрасту. У тех, у кого есть дети, можем это наблюдать просто в непосредственном контакте, какие-то этапы. Но, во всяком случае, духовные учения практически, они нам говорят, что процесс развития сознания продолжается, может, точнее, может продолжаться на протяжении всей жизни. И тогда мы можем проходить сквозь это все. То есть не как бы назад двигаться к животному куда-то, бессознательному, а наоборот, через развитие сознания, проходя в том числе через все проблемы этого, проблемы, с которыми мы сталкиваемся, с трудностями, с которыми мы сталкиваемся в этом исследовании. И тогда, значит, наш путь внутри этого процесса развития сознания – это восправление тех самых искажений сознания на разных уровнях. И основное искажение, которое мы видим здесь, это вот, опять же, там разные, если мы говорим сейчас о буддийском формате, буддийском парадигме, там разные буддийские учения выводят это на разный уровень. Но вот основное такое, что как бы модель, опять же, такая модель, которую предлагает буддизм, что у нас есть два таких модуса переживания. первое, вот то, что называется сансара, и переводя на наш современный язык, мы можем сказать, что это модус выживания именно, что мне важно выжить как отдельному организму, отдельному. Выжить для чего? Для того, чтобы размножиться. То есть вот это природное, инстинктивное такое вот движение, которое я, в общем-то, как сознательное существо, сознающее, я себе не заказывал, да, я в этом оказался, как и все остальные животные. Вот, но плюс у меня есть вот это сознание, которое показывает мне, зеркало подставленное мне такое, вот смотри, обезьяна, смотри на себя, кто ты такой вообще? Вот, и, значит, я смотрю еще в это, вижу там обезьяну, мне это не нравится, я говорю, что я еще и человек, что-то еще я. И вот это что-то еще, это такой вопрос, который, наверное, любое духовное учение задает. Буддизм говорит об этих двух, сансара и нирвана, да, причем оно не объясняет, что если сансары мы можем очень хорошо описать, ну вот с точки зрения, например, в терминах кто-то выживание, да, я отдельно, мне необходимо обязательно выжить и продлить свой рот. Вот, собственно, такое описание. Я буду делать все для этого, я буду, значит, спасаться от любой опасности и, значит, приобретать себе ресурсы и вот продлевать рот. Такие задачи. Вот, вторая вот эта модус нирваны, он как бы никак не описывается. Это некая жизнь, некое существование, но тут задача каждого обнаружить это самому. Потому что, почему он не описывается? Потому что он выходит за пределы как раз слов, любого описания. Но мы можем это переживать. И путь туда лежит как раз через сознание, не в обратную сторону, вот к этим автоматическим инстинктам, а вот через осознавание, все больше и больше осознавания, через культивацию сознания, из-за этой добавленной штуки, которая у нас есть по сравнению с животными. Но получается, что задача буддистской практики, такая глобальная задача, это соединить вот эти два режима, привести их в некую гармонию, что сансара и нирваны существуют одновременно. То есть пока у вас есть носитель этого сознания, просто ваше тело, которое запрограммировано природой на выживание, вам нужно его как-то сохранять, сохранять. Но пока мы живем, во всяком случае, в этом вот так вот, в этом мире, который переживаем как материальное, опять же, как тело материальное. Дальше посмотрим. Может быть, там тюдина есть за пределами этого какое-то другое качество существования сознания. Но те учения, которые это подразумевают, они говорят, что нам вот этот мир, это переживание, тоже не зря дано. Мы здесь что-то многое можем отработать, научить это сознание вот здесь, в этом материальном, так сказать, мире, как мы его переживаем, научить его чему-то, что ему и там дальше будет легче. Но это опять такая гипотеза, не обязательно ее принимать на веру какую-то. Просто как такой еще один взгляд, да? Но в любом случае, вот мы сейчас, если мы здесь, то нам нужно здесь, именно в этом мире, найти какой-то баланс между программами сенсорическими, вот этими выживательными, и вот этими дополненными, которыми можем говорить сознание. И здесь уже вопрос к каждому лично, а какие же, что же там важно-то? Почему мы говорим о ценностях, почему важно само сознание как таковое? Вот это уже такой индивидуальный вопрос и каждому. То есть я точно не собираюсь тут как-то на них отвечать, потому что я считаю, что это задача личного поиска. Что там для каждого из нас не менее важно, чем выживание, может быть, еще более важно. Такой вопрос, которым мы можем себя теребить, так сказать. Может быть, само сознание важно, сам дух, то, что мы называем духом, может быть, еще что-то. Окей. Значит, нам нужно работать, работать вот с этим. И через исследование, собственно, самого устройства сознания. Дальше нам предлагаются карты, уже готовые какие-то, просто людьми, которые прошли этот путь, которые исследовали это. Но, опять же, если мы помним, что это всего лишь карты, предлагаем, берем их, пытаемся по ним идти, дальше смотрим, куда они нас заводят. Может быть, конкретно каждый вас, они конкретно не туда заведут. Тогда, ну, и эту карту нужно, другую, может быть, какую-то взять. Вот. И, значит, опять же, если мы берем вот эту идею развития постепенного буддизма, постепенного развития буддизма, опять, это всего лишь идея. Это не значит, что это какая-то правда. То вот я сейчас покажу здесь, покажу, как развивалось представление буддизма там в... Включить. Вот. Сейчас. Вот такая картинка. Вот в представлениях раннего буддизма, которые остаются до сих пор в Тхироваде, такое устройство, ну, вот, восприятие. Оно, в общем-то, соответствует нашему, более-менее нашему и сейчас научному, и так далее, и вообще такому, как бы, обыденному. Вот здесь наш орган восприятия, глаз. Да, орган восприятия. Этот орган восприятия входит в контакт с визуальным объектом. Вот тут яблочек, как Apple. Он входит. И уже где-то в мозге конструируется образ этого объекта. То есть, вот такой, значит, получается треугольник. Все как бы обычное. То есть, вот образ объекта, он внутри сознания. То есть, это не сам объект, мы понимаем, да? Он сконструирован там внутри. В общем-то, современная там наука и биология, и физика более-менее об этом же говорят. Насколько мы можем сейчас это понимать с помощью научных исследований. В принципе, так и говорят. И вот буддизм это называет сознание зрения. Сознание зрения. И вот, значит, сейчас еще одну схемку покажу. Вот здесь, тут мелко, может быть, но я так расшифрую. То есть, вот есть пять, то, что мы называем, пять чувств. Вот глаз, есть объект этого глаза. Из него образуется сознание зрения. Ухо и звук, соответственно, сознание слуха. Нос, запах, сознание обоняния. Ну и так далее. Пять вот этих сознаний. Сознание зрения, сознание слуха, сознание обоняния, сознание вкуса, сознание осязания. Вот. То есть, они образуют такую вот основу нашего восприятия, того, что мы называем внешним миром. Тут дальше стрелочка идет, собственно, контакт. Возникает переживание контакта с миром. Вот я сижу сейчас в комнате, и у меня через сети канала мне, я понимаю, где я нахожусь. Вот такое объемное восприятие. Я вижу, я слышу. Я переживаю телом это. Я чувствую там запах. Как бы чувствую, что запаха особо никакого нет. Я это распознаю. И вот возникает, собственно, контакт с реальностью. Это ведет, вот здесь три стрелочки. Значит, тут есть восприятие, чувство и мысли. Их разложили здесь просто для удобства. Вообще мы это в основном переживаем как цельное такое состояние. Я воспринимаю мир. У меня это вызывает какое-либо чувство. Чувство здесь имеется необязательно эмоция. Это вот скорее вот то самое тональность чувства, тональность ощущения. Мне вот сейчас может быть приятнее в этом пространстве, например, нейтральнее или неприятнее. В зависимости от моего как раз распознания моих вот этих вот сознания, зрения, сознания слуха, сознания обоняния, сознания вкуса и так далее. В зависимости от этого, собирая все это вместе, я могу переживать себя там лучше, хуже, приятнее, неприятнее в этом пространстве. Из этого возникает мое чувство переживания себя и мысли. Я думаю о том, как мне вообще здесь хорошо, плохо и так далее. Ну и вот здесь дальше бежит эта мысль, 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 мысль. И вот здесь выделяется еще шестой канал специальный такой. Опять сознание и объект сознания. Сознание ума. Вот та самая рефлексивная способность сознания осознавать, что у нас там происходит. Что происходит? Мысли, чувства. Вот собственно вот это. Вот это. То есть видите здесь стрелочка сюда. Мы способны осознавать контакт. То есть я сейчас вижу комнату, вижу камеру и осознаю, что я вижу камеру. А не просто вижу, а еще осознаю, что я. То есть я осознаю свой сознательный процесс. Свой процесс видения. Вот. И могу осознавать свое переживание. Вот камера, ну как, она нейтральна для меня в целом, но так слегка приятна. Да, такое я чувствую, что она такая камера. Ну, красивая камера. В общем, хорошая камера. Эстетически такой вот сделан объект. То есть у меня вызывает отклик такой. Это очень приятно. Я осознаю это. И у меня рождается мысль. Я говорю, да, ну какая хорошая камера. Вот. И вот это все зацикливается. Да, вот оно так вот зацикливается. Все. И вот эта цельность такая, как ранний буддизм описывал, собственно, работу сознания. Вот такая картинка. Она нам сейчас просто... Мы к ней вернемся, когда будем... Ну, уже подойдем к схеме йога-чара. Вот там будет немножко по-другому. Есть внешний объект и внутреннее восприятие. Есть я и ты. То есть в любом случае вот эта такая картина, она все равно ориентирована на вот это базовое переживание есть я и ты. Я и мир. На дуалистическое, на вот это вот двойственное восприятие. Разделение субъекта-объекта. Это я воспринимаю, мой глаз воспринимает компьютер или камеру и в моем сознании рождается образ этого. То есть есть... Поэтому ранний буддизм в целом в основном он в таком дуалистическом мире существует. Хотя есть исключения сейчас. Мы знаем, например, некоторые тхировадийские учения, они, к странным образом, тоже не дуалистические. Но в целом вот можем сказать, что там оно такое двойственное. Ну так вот. И что делает йога-чара? Она ставит вот это под сомнение. Вообще. Вот саму эту базу. Она туда возвращается. Что? А если действительно ли это так? ну и в смысле вот это вот разделение на ты и я, на я и мир. вот вы сейчас сидите там где-то у себя там, да, вы чувствуете себя вот там как бы. и я, я здесь, да. В смысле, вы сами себе говорите, я здесь. И вы сейчас смотрите на меня, да, и у вас есть чувство, что вы воспринимаете меня там в экране. и я вот задаю иногда этот вопрос. Это вы меня сейчас видите? Вот. Ну, у вас этот вопрос дурацкий, да, потому что мы не проверяем это как-то действительно ли я, ли это. У нас встроено в нас это переживание. Переживание. Я вижу это. Я вижу его. Я сознаю себя здесь, а его там. Вот Югачара она ставит под сомнение это базовое переживание я и ты. Я воспринимаю тебя. Предлагает исследовать это переживание, а вдруг это неправда. То есть, ну, вот здесь опять же метафора сна. Опять мы снова можем к ней вернуться, что во сне я переживает очень так же мир, как дуальный, да, я и ты. Но мы можем помнить, если мы вдруг проснемся во сне и осознаем, что это сон, мы можем помнить, что я сделан из того же материала, что и ты, в том смысле, что все это в одном моем сне, в моем сне. тут вот сама метафора может нас так как-то что-то останавливать внутри. Обычное такое вот переживание. И почему я говорю, что вот часто возвращаюсь к этой метафоре, потому что в некоторых, например, в тибетском буддизме, в некоторых буддийских школах это прям метод. Прям метод. Вот попробовать вот так жить в такой, в обычной реальности, подозревая ее, потому что это сон, и как бы проверяя, меняет ли это, действует ли это как-то на нас, действует ли это. Вот можно такое попробовать, да. Именно не относиться к этому с какой-то большой серьезностью, а вот просто экспериментируя. Если все это мне сейчас как-то снится, так же, как мы переживаем это во сне, то влияет ли это на мои действия, как раз, на мои чувства и на мои действия в мире в этом, да, что я переживаю и как я проявляю себя здесь. Вот. И вот что, когда мы все-таки возвращаемся к этой базовой, вот этой заданной в нас программе, что есть я и ты, вот это, что я смотрю на тебя, и я это не ты, вот здесь очень важно, понимаешь, что это не какая-то концепция, да, вот мы сейчас разбирались с этим, с пропанчей, да, то есть это не придумано, это не пропанча, то есть пропанча, это действительно, это концептуальное, вот это, а здесь что-то доконцептуальное, да, это какие-то неснимаемые очки, которые есть в нашем восприятии, да, что это встроено, это висцерально, это какое-то вот переживание всем, всей собой, это переживание, То есть все концепции про это, они уже потом приходят. Все объяснения про это. То есть что вот Будда говорил, если мы вспомним тему про панчи, что это проблематично, вот это концептуальное объяснение самого себя, что я, я такой-то, и это мое. Но этому предшествует, концептуальному объяснению предшествует просто переживание еще доконцептуальное. Оно какое-то биологическое. Но если я такой-то, я, я такой-то, это мое, то это подразумевает, что ты, ты такой-то, и ты не такой, как я, и это твое. И очень часто это мне не нравится, что это твое, а не мое. То есть ты такой, как я, и как, как, как есть, а меня это не устраивает. Да, вот чтобы ты был таким, как я, как, как ты есть. Ты меня не устраиваешь такой, как, как ты есть. Тогда я приду и сделаю твое своим. Я приду и постараюсь тебя переделать. А если это не получится, то я приду и тебя убью. Потому что ты для меня так какой-то, какой-то есть, невыносим. И вот, собственно, здесь мы видим эту как бы фиксацию на этом. Да, вот то, что мы разбирали в этой теме про панчи. Да, концептуальная фиксация. Но она, ей предшествует что-то другое. Предшествует биологическое, предшествует просто восприятие, как оно у нас встроено в нас. То есть про панчи, вот эти вот концептуальные объяснения, это лишь следствие более глубоких процессов. Ну, знаете, маленькое, давайте проделаем упражнение, предлагаю. То есть представьте себе сейчас, хотите там с закрытыми глазами, хотите с открытыми, ну там, не знаю, котенка, щенка или ребенка. Вот какое-то существо, которое у вас вызывает умиление. Вот что-то такое. Что-то такое умилительное. То есть мы представим это. У нас это вызывает определенную реакцию внутреннюю. Да, вот какое-то чувство, переживание. Оно не концептуальное еще, оно до концепции. А теперь давайте заохнем, отпустим это и представим что-нибудь, там, не знаю, какому-то многоножку, такое вот таракана, паука, скорпиона, крыс какой-то. Что вызывает у вас омерзение или страх, или смех, смесь этих реакций, омерзение и страх. Вот. Ну, долго давайте не будем представлять, чтобы не портить себе переживания. Опять отпустим это. Вот маленькое упражнение, которое, я думаю, что если вы его сейчас честно проделали, как-то представили, вы обнаружили, что это не просто какая-то концептуальная идея. Почему, собственно, ребенок, там, котенок вызывает у нас умиление? И почему многоножка такая вот вся лохматая вызывает омерзение? Ну, потому что это что-то физиологическое, это биологическая программа. Она выработалась у нас, там, наверное, эволюцией. То есть при жизни вот с этими существами рядом это выработалось, и это не концептуально, это еще доконцептуально. Потом концептуально мы можем это фиксировать как-то, но изначально это гораздо глубже. И вот, собственно, мы говорили об этом, как работает пропаганда, да, что она обязательно, она обязательно так и работает, берет что-то вызывающее омерзение, что-то вызывающее страх, отвращение, и накладывает это на реальных людей или на группу людей, да, вот берет и накладывается. Причем она может делать это сознательно, пропаганда, или просто культура каким-то образом вот так это выделяет. Ну, вот там у нас сейчас, например, вообще в целом в массовой культуре, в человеческой вообще, это речь не идет о какой-то специфической западной или какой-то там восточной, еще какой-то. Ну, вот наркоманы являются такими изгоями, да, люди, вот опустившиеся, потому что они ведут себя там, вот они вызывают у нас там часто такое отвращение, омерзение там, да, люди там бездомные, да, люди, которые, вот, собственно, они плохо пахнут, физически у нас вызывает это отвращение. Вот, ну, а пропаганда, особенно вот там во время войны, как раз она делает это сознательно, ну, вот специально берет образ, вызывающий омерзение, отвращение и страх и накладывает его на группу людей. И поэтому там геноциду предшествует массированная пропаганда обязательно. Без этого геноцид не состоится просто. То есть нужно вот этих людей сравнить и с этими отвратительными существами или с какой-то болезнью, от которой мы можем заразиться. Почему, например, геноциды часто случаются с, ну, вот такие исследования же проходили уже, много их было, с народами, которые достаточно близки. То есть вот редко геноцид происходит с далекими, ну, вот, например, рабство, это же другое, да, вот когда, например, было черное рабство. То есть белые люди брали в рабство этих черных людей. Они были слишком далекими, их не нужно было там уничтожать просто как какую-то заразу. Нет, их нужно было использовать как ресурс. Другой механизм работает. А вот геноцид чаще всего происходит с людьми, которые вроде бы похожи на нас, но они какие-то испорченные. Они другие, они... Ну, вот, собственно, сейчас показывают. Почему? Ну, вообще, геноцид не геноцид, но нападение именно на близкую страну по соседству просто, по истории. Почему вот эти все эти путинская риторика, она такая, да, что это... Это украинцы, это же мы сами, но просто испорченные мы. И давайте мы сейчас их исправим. А если не у нас это исправить, мы, значит, будем уничтожать этих людей. Вот, собственно, это так и запускается, что вы для меня такие невыносимы, потому что это как бы вы такие же, как я, но вы испорчены, вы заболели. Мы вас будем сейчас лечить вот таким способом. Эти метафоры, вырезание опухоли, вырезание там какого-то удаления, вот, собственно, тоже с этой... с гейропой там борются, да, вот, что же такое, вот, все это, значит, сейчас наших детей тут развратят, и нам нужно эту заразу из себя извергнуть, исторгнуть, и мы, значит, будем с этим бороться. В общем-то, вот все вот эти идеи, они так и работают, да, они вызываются отвращения каким-то образом, и потом легко очень, значит, таких людей, у которых есть отвращение, страх, отвращение, легко использовать в том, чтобы они делали ужасные вещи, которые бы они не были способны, если бы этих чувств не было. Вот, и всегда вот эти тогда свои, наши, это какие-то воины света, это, значит, квинтенсация благородства, мужества, смелости, а воины, значит, армии противника, это шайка презренных негодяев каких-то. Это всегда так работает, и поэтому, чтобы как-то противопоставить этому, что, ну, важно, что в истории там разных, ну, в истории человечества, в разных точках мира возникала такая воинская культура, да, то есть основой которой было там, было уважение к противнику, да, то есть что делает вот эта воинская культура, если она есть, если ее развивает, вот там рыцарство, самурайство, там в восточных боевых искусствах тоже, да, что противник уважаем, а мы уважаем противника как равного себе, то есть вот как раз вот этого чувства отвращения там не вызывается, оно подавляется наоборот этим переживанием, ну, как чувством уважения, и там, как в таких культурах, соответственно, победитель нередко отдавал честь поверженному, вот как знак уважения, то есть мы можем здесь видеть, что вот эта культура в целом, она стремится, пытается преодолевать вот эти животные тенденции, животные инстинкты простые, вот, ну, и мы, соответственно, можем видеть это по реальному поведению там, армии, ну, например, сейчас в этой войне, да, то есть если в армии, ну, проводятся идеологии, там, чести, закона, там, что, потому что тенденция, ну, в любой войне, они проявляются, вот эти вот животные, да, людям сложно в таких ситуациях оставаться, как сказать, в человеческом обличии, да, важна сама структура, как, что она поддерживает, а что она поощряет, а что не поощряет. То есть если поощряется мародерство или как бы не обращается на это внимание, насилие над мирными жителями, там, разграбление и поругание, да, то есть такой фактически бесконтрольный разбой, вот, то тогда люди опускаются быстрее, сильнее. если же это все наказывается, вот, не поощряется, то тогда, ну, вот, наоборот, часто проявляются какие-то благородные, то, что мы называем, достойные качества этих воинов. Ну, мы сейчас можем видеть, наблюдать, какая армия проявляет какие качества в этой войне конкретно. И, ну, здесь вообще, кто пришел на территорию другого суверенного государства, собственно, это вопрос. Вот, то есть поэтому здесь лично для меня вот эти этические темы, кто прав, кто виноват, они достаточно ясны, не знаю, как для вас. Кто просто как себя проявляет, ну, и вообще, что, кто на какой территории находится, какие войска. Вот. Вот, но вот рассуждая обо всем этом, когда мы так вот опять же можем рассуждать, для меня всегда все-таки вопрос, самый важный, это возвращение к себе и что мы, каждый из нас, проявляем при столкновении, ну, вот, конкретно мы сейчас с вами, никто из нас, прям из нас, вот, никто не находится в боевых, ну, никто из нас не в армии, да, не идет прямо сейчас убивать противника или как-то там сражаться с ним. То есть мы можем там поддерживать это как-то, быть в курсе новостей, и вот тогда вопрос, как мы реагируем уже вот, раз мы здесь, мы работаем с собой, как мы реагируем на какие-то новости, да, что в нас включается, вот, включаются ли импульсы расчеловечивания, что во мне включается, импульсы вот этого сцепления, вот с этими очень достаточно простыми, примитивными животными программами, или я стараюсь с этим работать и культуризировать себя и выбирать какое-то отношение более благородное. Именно в этом смысле буддизм, там, Будда, начинаю с Будды и дальше весь буддизм, он говорил о таком облагораживании человека, да, когда мы культивируем, мы делаем себя культурными, облагораживаем себя. И это очень трудная работа, потому что вот под горку скатиться легче, да, все у нас направлено на то, чтобы скатываться, скатываться. А вот это движение, то, что Будда называл против потока, движение в горку, в гору, оно сложнее. Поэтому воспитывать в себе человечность сложнее. Но наш способ основной – это, собственно, распознавание вот этих наших тенденций всевозможных, да, тенденций скатываться. Вот, и поэтому сейчас вот, я почему сейчас справиться так, как-то, может быть, подробно говорю, потому что мы тогда, если для нас это становится такой задачей внутренней, можем рассматривать, например, нашу информационную повестку, как такой тренинг, тренинг, да, вот информация приходит. Ну, особенно для тех, кто в Украине сейчас, тех, кто это не просто информационная повестка, вот как для меня, для других, кто находится в других странах, для тех, кого тут прямо реальность, вот ракеты прилетают, да, бомбежки происходят, там свет исчезает, много трудностей и опасностей подвергающих жизни опасности сильно. Тем не менее, вот, ну, мне сложно об этом сейчас вот так говорить, судить из своего положения, но если вы опять же сюда приходите, значит, это для нас важно. То есть, я думаю, что даже это можно использовать как такой тренажер, вот спрашивая себя, а какие реакции у меня это вызывает, делает ли меня это больше человеком или больше животным. Но уж у тех, кто живет только, в основном вот эти вот, касается через информацию, для нас это тем более важно, того, что мы точно не подвергаемся здесь опасности такой физической. Вот, но идея такая, что вот образ, почему я говорю про это вот расчеловечивание, что достаточно, ну, как бы легко это сделать, если этот человек не, я имею в виду, сделать это над другим человеком, добавив ему этот образ какой-то, что вызывает у него отвращение, там, через пропаганду, через что-то, потому что образы имеют огромную силу над нами, наше воображение, наше, вот это, собственно, та самая пропанча, когда мы фиксируем нечто, и оно действует на нас. Ну, я опять же часто привожу это упражнение, я предлагаю его прям тоже сейчас сделать, опять короткое, буквально несколько секунд оно занимает, если мы закроем глаза и представим себе какую-то еду вкусную для нас, для каждого, у вас есть какая-то вкусная еда, представим это, и что происходит. То есть, скорее всего, я предполагаю, что возникает какая-то физиологическая реакция. Мы можем, через глаза, вспомнить, что еды никакой нет, но вот мы можем замечать вот на таких примерах простейших, как образ, как представление, как то, чего здесь нет, но добавлено, добавленное нам сознание, самими нами, кем-то другим. Вот я сейчас предложил вам представить себе образ. Я совершил пропагандистское действие над вами. То есть, я предложил, вы это сделали. И вот точно так же, кто-то еще что-то предлагает, и это возникает, этот образ, и он вызывает определенную реакцию. Физиологическую. Вот и, собственно, здесь поэтому очень важно, что то, что мы знаем пропанч, или концептуальное понимание, и образ, как еще такой вот ранней концепции, да, что ли, еще не изощренная какая-то концепция, а такая ранняя, просто образ, просто впечатление, имидж, что это отправляет нас, что это связано с какой-то физиологической реакцией, да, с чувствами, с эмоциями, с тем, что укоренено в теле. И, в принципе, мы можем работать вот на этом уровне, и вот там ранний буддизм, в общем-то, как бы на этом уровне, вроде бы так, в основном и остается, да, то есть он, ну вот, это уровень, если по тому, что мы прошли, уровень веданая, да, то есть когда мы обнаруживаем вот это, приятный-неприятный тон, приятный-нейтральный-неприятный, потому что любое чувство, любое переживание, это приятный-нейтральный-неприятный. Давайте я снова покажу эту картинку с этим, схемку, вот эту, вот эта схема, да, то есть получается, что вот глаз, объект, ухо, звук, нос, запах, вот это все, то есть у нас может быть это в связи с внешним миром, да, возникать, а может это прийти, ну, например, как я сейчас и предложил вам вспомнить еду, вспомнить вкусную еду, то есть она приходит из памяти, это не реальный контакт сейчас с тем, что есть, а приходит из того, что было когда-то, и оно тогда получается сразу вот здесь, сознание и объект сознания, да, из памяти это возникло, и вот в этом сознание, но опять же, оно создает вот это все, мысли, чувства, восприятие, да, то есть возникает контакт, контакт внутри сознания с этим образом, восприятие его, из этого возникает чувство, вот сейчас там, приятное переживание, вот это ведано, да, приятное переживание еды, из этого возникают мысли про это, и дальше это начинает вот как бы вот крутиться там, может начать крутиться, то есть если сейчас с едой там крутиться особо нечему, хотя если вы голодный, можете быть так озабочены вообще, да, едой, ну вот какие-то, какие-то темы эмоционально заряженные, они могут крутиться очень долго, да, например, какое-то чувство, вот прям обида, негодование, ненависть, да, когда вот это тоже возникло, оно возникает здесь, вот в сознании ума возникает, опять, например, обида из прошлого приходит, да, какая-то воспоминание, оно возникло здесь, и вот все закрутилось, вот чувство мысли, и вот оно вот так вот бегает по кругу, какая-то тревога о будущем, тоже вот вы еще, этого ничего еще не случилось, но здесь уже зародилось это, да, оно уже существует, образ, мысль про это, и чувство, и вот оно крутится, соответственно, как предлагается этим работать бузизм, это еще, опять же, на уровне вот дуального мира, да, то есть мы работаем с этим внутренним переживанием себя, вот есть мой внутренний мир, вот сознание, как мое внутреннее, мы делаем это через распознавание, то есть мы осознаем, так, мысль всего лишь мысль, чувство всего лишь чувство, это точно так же, как у меня, когда я смотрю внешним зрением на объект, на яблоко, это возникает сознание зрения, точно так же я могу смотреть на объект, какую-то мысль или чувство, у меня возникает сознание, вот это вот переживание, вот и распознавая, вот опять же, беря эту карту, которую мы, две карты точнее, да, вот первое, это ведано, то есть когда мы распознаем тональность переживания, вот это чувство как раз, ощущение, тональность ощущения, и второе про панча, это вот мысли, как они сцеплены друг с другом, как они устроены друг, как это устроено, мы это распознаем, просто как внутренние такие объекты, и тогда у нас появляется возможность на каком-то этапе прервать эту цепочку, ну просто отпустив это, как бы сказать, что вот, моя тревога пока еще, то есть она может быть оправдана, но этого еще не случилось, и не факт, что случится, я могу предпринять какие-то действия, чтобы этого не случалось, отдаться на волю там уже, судьбы и Бога, вот, что в прошлом было, какие-то обиды, травмы и прочее, это было в прошлом, опять же, ну и вот опять, это я сейчас рассказываю, как бы, как мы, как мы можем это, в таком внутреннем диалоге это производить, но наша эта работа, конечно, просто созерцательная, и потихонечку мы учимся этому, распознал, вот это вот переживание и образ, вот это веданный про панчо, и учимся отпускать это так, чтобы просто это, ну, как отпускать, бывает, что достаточно, опять же, с тренировкой, просто замечать это, и мы как бы возвращаемся, вот к этой цельности сознания, да, что эта волна возникла в моем сознании. Еще одна метафора, которую я часто, как бы, предлагаю здесь, это, ну, вот, когда человек плывет по реке, то у нас есть эта отдельность, я, я, например, плыву по реке, я чувствую себя отдельным в воде, вода и я, это разное, разное, река и я, я не река, я, но я в ней плыву, и как-то там могу, право, лево, туда-сюда, как-то там, если хорошо плаваю, потом встречается у меня водоворот, и с водоворотом я справиться не могу, и он меня затягивает, но это происходит в том случае, когда я действительно отделен от реки, я не река, он меня затягивает, а вот получается, что если мы эту метафору перенесем на сознательный процесс, вот мы как бы живем, у нас как-то все более-менее нейтрально, нормально, тут возникает вихрь мыслечувств, тех самых мыслечувств, например, гнев, обида, какое-то, вот то, что нам не нравится в себе, и то, что нас начинает затягивать, но тут вопрос, так ли это, как все, так ли это здесь, как в реке, отделен ли я от реки, и отделен ли я от водоворота, нет, не отделен, здесь все по-другому, сознание, если мы говорим река, сознание, а кто такой я, я тоже самое сознание, я не отделен от сознания, я есть сознание, я в себя вмещаю эту реку, сознание, и как бы я, получается, что я и плыву по реке, а как такой осознающий, как герой, и одновременно я вмещаю себе эту реку, тут как в этом сне, опять же, и водоворот, из чего я сделан, он сделан из той же воды, из чего все остальное, вся река и я, сознание, и вот эта метафора, она тоже может как-то помогать нам замечать это, уже не просто в метафорическом или описательном смысле, а замечать это в прямом опыте, вот мысль, и она, где она, она в пространстве сознания, она сделана все из того же сознания, и я есть это все, это сознание, и тут возможно такое, и отпускание, и просто возвращение к этому сознанию, это метод, собственно, работы с собой, вот, ну, давайте опять я остановлюсь на этом, дальше продолжим, уже как бы, то есть это вот была схема, как ранний буддизм представлял себе, представлял себе работу сознания, вот в дуалистическом виде, значит, глаз, объект, и рождающийся из этого в моем отдельном сознании какой-то образ, с этим можно работать, с этим определенный путь, но можно и по-другому, вот, естественно, по-другому, дальше, так, Алена пишет, только у меня прерывающийся звук, у вас нормально все было? Когда я говорю? В том, были моменты, когда звук прерывался, но они быстро проходили, быстро проходили, ну окей, хорошо, тогда, значит, следующий, вот просто, давайте следующую тогда вот эту вот беседу проведу в воскресенье, просто потому что завтра у нас еще будет для желающих, кто сможет беседа в этом в клубе по Гензи Куану, там, ну, я думаю, что мы будем говорить, в общем-то, о похожих вещах, корреляцию вы заметили, вы заметите, ну и чтобы у нас не нагружать это, ни меня, ни вас, то есть завтра тогда здесь мы сделаем перерыв, в смысле, поговорим просто, как, обсудим, а следующая тогда моя часть этой продолжения лекции, уже в воскресенье, если у вас какие-нибудь час отклики, вот на то, что я говорил, прочитаю, что он написал, вот еще так, подождите, так, 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 Оля пишет, всем доброе утро, Валера Агроновна, спасибо за разговоры про йога, чару, так, Анна пишет, сесть на камень повыше, позволить взгляду лететь, разрешить ногам не болтать, не болеть, отпустить вес, себя, не болеть, сложно. Ну что, загрузились, нет откликов, а, так, есть, вижу, Оля, Саш, слава из вас. Ну, я хочу еще раз сказать, Валера, огромное спасибо, что ты так откликнулся, и прямо так все обстоятельно рассказал, и что как бы удивительно, может, неудивительно, это гораздо сейчас как-то лучше легло, гораздо больше я услышала для себя, да, чем вот в первый раз, там вот в клубе четырех сезонов, может быть, время прошло, или что-то улеглось, и вообще такие, такие истины глубокие, спасибо огромное. Спасибо, Буль. Ну, здесь по поводу, что там укладывается, я думаю, что много факторов, но в частности практика, да, потому что вот все наши эти теоретические представления и рассуждения, они ведь, важно, чтобы они падали на почву вот этой непосредственной созерцательной практики, что это как бы одно на другое влияет, вот, а во-вторых, собственно, ну, мне кажется, это важно напоминать себе, в том числе вот эти концептуальные идеи, карты вот эти, это как бы много раз в них заглядывать, поэтому там, скажем, если, ну, о буддийской традиции, вообще буддийском учении, там же нет такого, что так, прошли тему, выучили все, и все. Нет, это не постоянное возвращение к одним и тем же темам, каждый раз заходя туда, мы снова как бы вспоминаем это, да, потому что здесь не бином, не то, на смысле, что это не что-то такое оторванное от жизни, или там какое-то слишком теоретическое, там, ну, не знаю, там, как вот сейчас в науках каких-то, там, физики, математики, какие-то есть такие слои, что это нужно быть специалистом каким-то, а здесь это все про нас, про жизнь, это не какие-то открывающиеся тайны и бездны, это все, что мы и так переживаем, но просто вот эта вот определенная карта, которую мы на это накладываем, она помогает нам как-то ориентироваться, и к этому нужно возвращаться, памятовать об этом, и поэтому можно по много раз одни и те же проходить темы, каждый раз открывая, да, вот сейчас я это слышу по-другому, сейчас это опять по-другому открывается, сейчас новый инсайт там в этом возникает, вот, окей, Владимир, скажете? Да, я тоже еще раз благодарен за лекцию, да, потому что она для меня, ну, ничего для себя нового теоретически я не узнал, хотя, это не важно, но ваша лекция, она всколыхнула вам не вот это, не то, что не всколыхнуло океаническое чувство, которое изначально присуще мне, как любому чувствующему существу, да, но и памятование об этом, которое переживается в настоящем созерцательной практике, оно очень важно, да, и вот не случайно, но особенно мистики прошлого века, да, говорили, что вот это вот океаническое чувство, чувство слитности, нерасселенной слитности, в этом случае, это основа любого религиозного чувства, любой традиции, не только буддийской, но и христианской, даже, какой угодно, да, и я не знаю, были ли какие-то особые техники в йога-чаре, йога-чар для меня, я не очень сильно теоретически подкован, да, мне кажется, что действительно, и в традиционном корневом буддизме, буддешке, амуне, гаутаме, все было, и вот, и здесь, я вчера говорил о том, что нет никакого противоречия между таким, ортодоксальным, что ли, буддизмом, хираладой, и там, махаяной, мажраяной, и прочим, меняной, потому что вот это, у основы всего лежит вот эта вот, близость, то, чем, то есть не близость, а идентичность, нет, я и не я, это преодоление первой скантки, скантки формы, на мой взгляд, да, мы больше благодарим за напоминание, спасибо. Спасибо, Владимир. Сережа. Ну, я присоединюсь к хору Благодарственных Голосов. Очень как-то вовремя эта серия, которую ты спонтанно так начал, с легкой руки Оли. Для меня вообще вот эта тема, что такое сознание, что такое, поэтому в неком смысле, что такое переживаемое мною жизнь, да, к чему я постоянно возвращаюсь, вот ты сегодня говорил про сон, я находясь сейчас в другой стране, я иногда думаю, что это сон, действительно, как сон, что я сейчас проснусь, и на самом деле нет. но, просто, как бы, тут еще вот это вот перемещение в совершенно другую климатическую зону, оно очень сильно, действительно кажется, может быть, это все сон, или все-таки не сон, вот, я не то, что не могу себя ответить на этот вопрос, сейчас, наверное, даже и не хочу его отличить, ну вот, ну вот, я как-то вот воспринимаю свою ситуацию тоже, как некую, ну, то есть практику, получше узнать свое сознание, ну, в неком смысле себя узнать, да, с другой стороны, вот, потому что, ну, собственно, кого я вообще еще могу узнавать, по сути, правильно, в полное, настолько полно, сколько я, в принципе, могу что-то узнать, вот, поэтому спасибо большое, ну, у меня сейчас, у меня нет каких-то таких, именно, откликов, более, может быть, таких интеллектуально изощренных, здесь, но это сознание, вот эта связность, то, что Владимир сейчас говорил, про слитность, кстати, вот про слитность, это интересное переживание, я вот сейчас уехав, я понимаю, что я не мог переживать свою родную страну, Россию, как что-то, к чему я могу присоединиться, как общность, к которой я могу присоединиться, это уже, на самом деле, давно так, вот, это уже, наверное, так, постепенно, это, как бы, отделение происходило, ну, последние, наверное, лет 10, с тех пор, как я понял, после того, как путь, все-таки вернулся к власти, что ничего хорошего, на самом деле, здесь не будет, все будет постепенно деградировать, непонятно куда, и как бы у меня оставалось только вот это, что можно быть, можно переживать, это соучастие с кем-то, с каким-то сообществом, нашим локальным, условно говоря, друзей, единомышленников, и здесь, вот, как бы, это некая встроенность, то есть мы же как приехали, мы попали, мы сразу были вот этим государством, встроены в некий поток, да, тут конвейер, который, который, министерство абсорбции, нас абсорбируют, да, вот мы, как бы, мы некие сущности, которых абсорбируют в Израиле, постепенно, то есть мы сейчас на каком-то таком этапе, оно нас поглощает, у нас есть номерки, нам приходят всякие смс-ки, про то, куда, когда мы должны ходить, ну, то есть это вот, это странно звучит, но это тоже вот, это позволяет переживать некую слитность, при том, что здесь, например, к власти сейчас придут ультаправые, фашисты фактически, ну, не Таньях, он фашист, ну, по сути, на самом деле, да, и он, между прочим, очень любит Путина, вот такая вот, такой вот, как это, как это сказать, грима-грима со судебой, ну, правда, это у них пятые выборы за четыре года, да, как бы, это не у нас, помогает система, все-таки, сдержек и противовес, что там есть это, то есть он все-таки не приберет власть, не сможет прибрать всю власть, ну, да, то есть, как бы, ну, в общем, да, и против него там несколько уголовных дел, то есть это все, я уже это знаю, да, я еще месяца не прожил, абсорбировался уже, еще в выборах участвовать не могу, вот, ну, в некотором смысле абсорбироваться, да, ну, вот, это тоже, на самом деле, очень интересная штука, такая вот, это вот, как бы, ну, слитность, хорошее слово, ну, вот, это не значит, что я там, типа, думаю, ура, я наконец нашел страну, в которой я там солюсь в экстазе, там, с народом, ну, это весь этот бред, да, нет, но это просто некое новое качество, потому что дома, дома это, ну, то есть невозможно было вообще никак быть, ну, как ощущать себя частью от русской нации, это стаб, то есть, ну, чем дальше, тем более невыносимое это становилось, ну, собственно, как бы, вот, эта невыносимость, она, наверное, привела к тому, что моих, вот, я так перескочил, лихо наличное, но извините, спасибо, 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 сейчас прочитаю, что Вера написала, предложение о том, что реальность это сон, у меня рождает легкость, игру, присутствие с ними, ухожу, спасибо, очень ценны ваши лекции, они расширяют мое мировоззрение, мое переживание себя и связанность меня с другими, Настя, спасибо, Вера, Настя, скажешь? Да, скажу, доброе утро, ну, у меня тоже слова благодарности к этим реакциям, и я больше хотела сказать, как это влияет на мою практику, вот, как раз последние дни, мне нравится, что я сижу и утром, и вечером, раньше там по вечерам опоздавала, где я стараюсь приходить вовремя, чтобы было, действительно, по 40 минут утром и вечером, и как-то вот больше теперь видеться, как на практику влияет, не знаю, все вместе, и все это, и все это непосредственно. Раньше, раньше у меня, ну, не знаю, такое ощущение, что там практика хорошо получилась, ну, в том смысле, что получилось очень хорошо как-то отдохнуть, это было больше похоже на какие-то приходы такие, и я уже когда-то употребляла такие слова, у меня было как-то поднырнуть, я помню, ты когда-то у меня еще уточнил, что я имею в виду, когда я говорю поднырнуть, у меня вот было ощущение, что вот я, например, сижу, сижу, как-то мысли есть, реакции на происходящее есть, а потом я как будто куда-то подныриваю, и оказываюсь где-то, где-то в каком-то странном пространстве, вот, откуда я ни на что не реагирую, я не цепляюсь ни за какую мысль, вот, звуки, они где-то там, потолще этой какой-то воды, потолще этого пространства, и мне хорошо, потому что вот нет ни малейших реакций, и мысли вообще, вот все просто проплывают мимо, и как бы, ну, вроде здорово, но в этом вот и есть как раз само слово поднырнуть, я где-то, в общем, не туда, я не с миром, я где-то куда-то ушла, ощущения приятные, но они не о соединенности с миром, наоборот, о каком-то отдалении от него, а вот благодаря вот этой всей твоей теории и, ну, и вот и практику, как ты сейчас выстраиваешь с этими всеми феноменами и с тем, что вот мы открываем глаза, получается вот это вот, получается ощутить вот тоже это вот спокойствие, но уже не подныривая куда-то, а просто вот оставаясь в этом мире, и в результате этот мир, вот когда я с ним пребываю, он как-то тоже становится другим, становится тоньше, вот размывается все, как будто вот каждый предмет, звук, мысль, она сбрасывает историю какую-то, да, вот на фиксацию, вот это, как мы пропали, или как это, да, вот это вот, сбрасывается вот эта вот фиксация, и получается вот просто пребывать в этом, и тогда тоже нет вот этих реакций, ну, потому что каждая реакция, она тоже воспринимается, как, так же, как и звук, и, как я там говорила, про пение птички, и, ну, и тогда вот, и тогда вот нет вот этого ощущения, что я куда-то поднырнула, да, я с миром остылись, просто теперь вот это вот оно, где-то все в одном, в этом пространстве, вот оно действительно, вот это как слияние, тут мысли, тут эмоция, тут звук, тут ощущения в теле, оно вот все вместе, ну, ну, это, конечно, не всегда, но так получается, но то, что вот уже есть памятование об этом опыте, оно, конечно, важно и интересно, и хочется, поэтому, да, не опаздывать на практике, быть 40 минут, и утром, и вечером, чтобы ощущать это, потому что, ну, как-то это ощущение важно, да, когда вот это есть, знаю, что здесь важнее, там, то ли стояние, то ли спокойствие, то ли еще что-то, ну, вообще все в совокупенности, наверное, как-то важно, поэтому спасибо тебе за эти все теории, практики, и, да, когда ты их начал, и вот, ну, вот я думала, да, о влиянии этой теории на свои ощущения, и вспомнилась, естественно, когда ты их начал, и вспомнилась, как действительно отличается вот практика сейчас, и вот еще там буквально месяц назад, я вот вспоминала вопрос Насте, как медитировать, когда хорошо, я понимаю, что у меня больше вопросов, как медитировать, когда плохо, потому что еще месяц назад практика была для меня очень сильно невыносимой, ну, даже не месяц назад, там, не знаю, недели, две-три назад, она была очень сложная, и не знаю, не знаю, не так, ну, то есть, практика получалась практиковаться, но потому что, ну, виделась какая-то большая ценность, а не потому что был какой-то приятный опыт, который вот мне сейчас, например, приятно, быть в медитации, вот это вот ощущать эти какие-то, какие-то новые опыты, и поэтому, да, хочется идти и садиться, а тогда, а тогда каждая медитация, наоборот, была каким-то очень тяжелым испытанием, ну, конечно, вот, ну, ты сегодня затрагивала вот эту вот тему, как война влияет на практику, и вот, получается, как-то, ну, вот я на собственном опыте, да, ощущаю, как отличается, вот, практиковать в такие вот периоды, обострения, будучи там, где-то, как-то, в таких неспокойных местах, и вот, как я сейчас медитирую, да, там, находясь не в Украине, это очень-очень большая разница, и это как-то немножко расстраивает, о том, потому что, как все-таки, вот, внешне может очень сильно влиять на внутреннее, и на саму практику, как-то, она немножко печалит, но с другой стороны, если остаюсь в практике, значит, мне все так плохо, ну, в общем, так, спасибо тебе. Спасибо, Настя. Здесь, вот эта сила, она, все-таки, тренируется, и просто, действительно, конечно, у нас обстоятельства внешние выбивают, ну, там, и понятно, что у вас очень сложная ситуация, там, когда, ну, ты была в Днебре, и, как бы, чтобы, ну, во-первых, так бы, как-то сейчас, там, и невозможно было бы, да, в любом случае, но в то же время, ну, там, по себе я вижу, что накапливается этот опыт научения себя, как быть все-таки, в том числе, когда бывает, ну, очень трудно, и сильно все сбивает, там, вся, вся жизнь, ну, какие-то кризисы, когда происходит сильное, вот, все-таки, эта сила появляется, но получается, что, конечно, пока, если есть возможность тренироваться в более, ну, как бы, защищенной физических себе обстановке, то это лучше, пока ты эту силу накопишь, вот, но, ну, это как вот эта метафора с обучением плавать, что в шторм сложно, сложно научиться плавать, если ты еще там не очень хорошо плаваешь, да, а когда уже лучше плаваешь, то, ну, там, проще уже, попроще, хотя все равно трудно, ну, а то, что ты все равно продолжал, это твой, я считаю, героизм, при всех трудностях, и внутренних, и внешних, все, даже тебе спасибо, Анна, скажите, давайте, вы скажете, будем уже закругляться, я попробую сказать сначала простую вещь, а потом, не знаю, сформулируется ли более сложная, но вот, из простых, то, что вот мне как-то сегодня в практике крылось, ну, и мне интересно, что, ну, вот, мне кажется, что-то общее было в откликах, ну, вот таких поэтических, про что-то, про какое-то ощущение нового себя, вот, что, ну, действительно, вот я сегодня там села по-другому, ну, в том числе, потому что там, нельзя сидеть в привычной позе лотоса, потому что давление на ноги, я там села на более высокую подушку, и ощутила, что, ну, в целом, так удобнее, действительно, и ноги-то не болят, но в середине практики я сбежала с этой подушки, потому что, знаешь, я не чувствую привычного веса своего тела, и как будто бы, ну, вот этот вот привычный образ, там, меня такого-то веса, с этими болями, что он как-то роднее, в нем уютнее, и вот это вот расти куда-то вверх, в более такое, влетящее, ну, так или иначе, состояние, страшновато, вот, и это я, ну, вот к вопросу про панчи, фиксации образа себя, ну, вот что оно и в соматическом каком-то мире тоже есть, и вот, при этом, мне, например, на этой более высокой подушке, да, там открылись, ну, какие-то ветки деревьев, в которых я вообще, ну, я всю жизнь смотрю опять в это окно, и вдруг я вижу там другие листья, другие ветки, и вообще, что это за новое дерево тут выросло, а оно старое, просто я не видела его верхушку, вот, ну, что, что действительно вот это позволение себе, что ли, менять, в том числе свою позу, это некоторое, тоже, ну, знаете, нужна решимость, вот, ну, и дальше, я думаю, и вот, ну, конечно, я тоже очень благодарна за лекцию, и я думаю, что насколько вообще сложно, ну, их, ну, хочется вообще-то в это бы, хотелось бы идти, ну, чтобы, ну, как-то, ну, чуть лучше начинать видеть и картинку мира другого человека, вообще других людей, вот, потому что, ну, вот, если там я сейчас чуть-чуть, там, наверное, пять сантиметров, стал повыше, вот, и я понимаю, что если я позволю своим глазам увидеть и другого человека чуть-чуть повыше, и чуть-чуть шире, вот, то это обогатит, ну, много чего, и отношения, и, ну, и какое-то позволит, мне кажется, опять же, вот, когда я вижу маленький себя, и маленький, и всех других, ну, и живу в маленьком мире, как только чуть-чуть, есть такая тенденция, там, куда-то подрасти, и действительно, и возможно, это даст, ну, и там другим что-то, вот, это, наверное, какой-то, какой-то один аспект, вот, и про то, что ты говорил, Сережа, ну, про идентификацию с Россией, как со страной, или как с нацией, ну, тоже, в общем, я бы сказала, эта тема меня триггерит, но я, ну, то есть мне сложно, как сказать, я понимаю, что я вообще давно, ну, то есть я не помню, чтобы я прям сильно себя идентифицировала именно со страной, и там осознала, что значит быть, там, частью России, но я понимаю, что, ну, для меня важно, опять же, видеть людей конкретных, вот, и, и причем, ну, как бы, чтобы они не думали на тему, в частности, этой войны, то есть я понимаю, что те, кто присоединяется, там, к этому дискурсу, который, там, царствует и властвует, ну, что у них, скорее всего, есть на это тоже причины, вопрос, насколько я могу на это влиять, ну, то есть, что есть, что, безусловно, большая часть людей, которые живут, ну, в тех регионах, где, там, большинство поддерживает войну, ну, хотя сейчас уже, по-моему, уже вообще не знаю, кто еще поддерживает, то есть после мобилизации, по-моему, народ уже совсем разуверился, в чем бы то ни было, но как будто еще людям важно цепляться хоть за что-то, и как будто бы, ну, это люди, которые переживают в целом, там, повседневно гораздо больше страдания, чем мы, ну, как называют, людей, живущих в Москве, зажравшиеся москвичи, ну, в смысле, что у нас больше ресурсов, гораздо, вот, а у этих людей ресурсов, и, опять же, возможностей, ну, что-то видеть, часто, меньше, не всегда, вот, и в этом смысле, ну, как раз, тут вопрос, как быть вот с теми, ну, по сути, разрушением, ну, как бы давлением на личность людей, ну, по сути, да, вот, мы про это говорили, что от детского сада и дальше, что людям как будто не дают вырасти, ну, хотя бы даже в масштабе себя, не то, чтобы больше, вот, и, ну, ну, и тоже у меня есть какой-то внутренний диалог, насколько я за это отвечаю, или могу участвовать в том, чтобы уменьшить последствия этого, ну, этих разрушений, вот, и это тоже, наверное, разговор об этике, который там потом будет, вот, да, все, простите, не сильно больше формулируется пока. Ну, тема действительно большая, давайте мы потом, действительно, будем к ней, может быть, возвращаться еще, потому что не раз, сложно это все, окей, давайте на сегодня закруглимся, спасибо вам большое за соучастие, значит, завтра мы тогда просто, поговорим, как раз, может быть, ну, без лекции, как-то что-то будет, и про эти темы, которые мы здесь затрагиваем, про любые, вот, а в воскресенье я продолжу уже свою петь, полгородную речь. Ну, что, спасибо, счастливо, пока. Субтитры создавал DimaTorzok,